итак друзья всем привет с вами геймчин алекс и я сразу же сажу и записывать четвертый эпизод потому что прошлые меня просто концовка вернее прошло у меня просто повергло в шок я был просто шокированный мир сейчас я не хочу чтобы не услышать оборачивающих слои в будущих эпизодах у нас пока м у меня все равно это еще первое это первый эпизод это уже второй эпизод макс так как а если вы проходили тестирование вот это и неизбежно это тоже но это он заканчивался если мы узнали новую силу потому что она может замораживать время Мисс Коффер, пожалуйста, скажи нам все. Эй, Стэлм и Луис. Это Рэйчел. Почему ты используешь Рэйчел? Макс, мы должны найти Рэйчел Су. Мне сказали, что это время начать начать участие. Добро пожаловать в мою доме. Давайте найдем, что мы хотим, и уйдем. Макс, лучше перебирать эти файлы. Рэйчел, в твердом. После этого... Сейчас будет кругом Фрэнка. Да, кругом Фрэнка. Где узнается, что она сломала Фрэнка? Рэйчел сразу сломала на мою мать. Почему она сказала ничего? Так, кто ты больше не хочешь меня? Мой отец, конечно. Нет, ты не знаешь. Макс. И здесь она меняет будущее. Спасая. Он автокатастрофа отца. Все, что он умер, моя жизнь была снижена. Клоэ, я прекрасна. Мы прекрасны. А... Нельзя менять прошлое. Иначе будет только... Хэлло. Ты слушаешь Макси? Это абсолютно разрушено. Что еще у меня изменилось? Макс Корфейд. Подожди. И, собственно говоря, вот. Вы имеете в виду. Хлоя... Инвалид. Это... Это... Я просто не знаю как. Выбирайте с углом. Давайте смотреть. Что же все-таки произошло с Хлоей? Мне самому очень интересно, на самом деле, это... Узнать... Потому что... Не все равно. Море. Какой-то там паучок. Крабик. Что-то... Секелявка ползет в общем. Square Enix. Ну, это мы с вами видели. Сейчас еще там Digital что-то Entertainment. Будет что-то такое. Дионит. Entertainment. Да? Что же все-таки произошло? А, Don Tio Entertainment. Что же все-таки произошло? А, Don Tio Entertainment. Пляж. Маяк. Маяк. Маяк, кстати, с которого начинается игра. Эпизод 4. Проявочная. Маяк. 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 Понятно. Но я рада, что мы снов rise. Так здорово, с твоей стороны было присылать мне письма. Никто из моих друзей даже этого не делал. А ты еще и на пергаменте писала. Это в твоем стиле. Это вычерно, но мне нравится на нем писать. Чувствую себя английским поэтом. Ты заслуживаешь лучшего. Наверное, писать письма легче, чем навещать меня. Я не здесь девка, ты не подумай. Тебе наверняка хотелось бы избежать всех этих неловких разговоров. Желательно. Худшее, что ты можешь делать, так это относиться к Хернису. Я все еще хочу смеяться с моей лучшей подругой. Может остановимся? Отсюда и прямо открывается великолепный вид на закат. Как фотографы это называют? Золотой час. Ну вот видишь, без тебя бы я так и не узнала. Наверняка ты смогла бы сделать пару отпадных снимков. И ты выбросившись на берег. Это так печально. Кажется, я понимаю каково им. По крайней мере я жива. И ты рядом. Холла, ты настоящий герой. Ты многое пережила. Я не хочу, чтобы кто-то меня жалел. Я и сама с этим справляюсь. И со своими родителями. Мой отец до сих пор видит себя за то, что купил мне ту машину. А в аварии? Ты не против поговорить о в аварии? А мы ведь и не говорили об этом. Знаете, чего обсуждать? Какой-то ублюдок на внедорожнике подрезал меня. И я слетела в кювет. Ты помнишь хоть что-то? Время для меня будто замедлилось. Я почувствовал, как хрустнула моя спина. И это был последний раз, когда я что-то чувствовала. Когда я прозвусь в госпитале, я поняла, что не могу пошевелиться. Боже. Я даже не знаю, что сказать. Ничего не говори. Я просто счастлива, что снова с тобой увиделась. Кто знает, я могла бы просто-напросто исчезнуть, как-то девчонка из Блокова. Какая пропавшая? Я не знаю ее имени, только по новостям слышала. Мне так жали ее семью. Мир был совсем другим, когда мы были детьми, и не так ли. После этого на 3-е снегопада создается впечатление, что-то там. Я особо не вдавалась в подробности. Времени у меня больше не... Времени у меня больше, чем у тебя. Да и к тому же я ботан. Однако я все равно ничего не понимаю. Да, сейчас ты видишь какая-то неразбериха, но пока мы вместе, мне не страшно. Гуляя с тобой, я снова чувствую себя ребенком. Ты даже не представляешь. Послушай, Хлоя, прости, что раньше я тебя не навещала. Это неправильно. Ты ведь моя лучшая подруга. Макс, спасибо, что навестила меня. Ты замечательная. Вот уж сомневаюсь. Мне нос замерз. Наверное, нам стоит вернуться ко мне домой. Тут сук холода. Сука, безобидно терпеть это слово не могу. Все в порядке. Ну, хотя бы, мы знаем, из-за чего Хлоя такая. Жалко. Жалко очень. Я не знаю, мне кажется, я попробую это как-то отменить. Такого быть не может. Чтобы мы потеряли нашу Хлою. Чтобы теперь везде мы были одни. Я в это не верю, честно. Я в это не верю. Дом. На, это-то у Хлоя, да. Какая продвинутая берлога. А похоже на продвинутую клетку. Но мне повезло, что мои родители рвут зад, чтобы заботиться обо мне. Я знаю, как им тяжко. Они благодарят Богу, что ты рядом с ними. Ага, особенно когда они даже прогуляться в одиночестве не могут. Иногда я веду себя как неблагодарный подросток, либо дать поводом посрать на меня. Поворать. Это жалко, я знаю. Хлоя, ты замечательная дочь, ты добрая, отзывчивая, даже когда этого не требуется. Поверь, я еще еще срываюсь, и частенько. Особенно бесит, когда медсестра наблюдает домой, пока сру, чтобы затем подтереть. Или же, когда врачи вятят мною все стороны, как бы допутые куклы. Но ты все же прекрасна, как и тогда, когда мы были детьми. Спасибо тебе еще раз за то, что пришла, Макс. Я... Мне нужно попить. Может, прийти мне немного воды? Конечно, принесу. Сейчас, секундочку. А, у тебя здесь где-то. Снежная. Ничего. Бережонок. Лампа. Окно. Подъемник. Аппарат искусственной вентиляции легких, как я понимаю. И вода. Пей, Лютик. Блин, не удивительно, что у меня в горле пересохло. Похоже, так много, как сегодня я не разговаривала целый год. Ты когда-нибудь думала вести радиоэфир или что-то вроде того? Ох, как мне сейчас хочется треснуть тебя. Радиоэфир. Порога, да у меня эфир поведен в течет. Кука, таааа. Ой, я просто предложила. Я знаю, что ты просто хочешь помочь. Ага, это уже становится моей дурной привычкой. Ты рассуждаешь, как взрослый человек. Такое чувство, будто детьми ему были в другой жизни. Кажется, это было вчера. А как у меня, так еще вчера вы были совсем мелкими. Смотрели богучих рейджеров. И... Разносили кухню. Господи, да мы тогда весь дом в муке испачкали. Даже моих родителей. Это было так весело. Но это было очень давно. Ты единственная, кто вырос со мной и продолжает меня навещать. Как видишь, большинство моих друзей отвернулось от меня. Тебя есть я. И я не брошу тебя, Плое. Ну, ты не очень-то и навещала меня раньше. В смысле, мне нравились твои открытки, фото, но... Я знаю, что я не поддерживала тебя. У меня нет оправдания, я виновата. Но я пытаюсь загладить свою вину. Как? Чувиха, ты же не Супер Макс. Я не пытаюсь вызвать в тебя чувство вины. Это я практикую на родителях. Как они? В смысле, они все еще счастливы вместе и все такое? Косишь по доктора Билла? Ну, они в порядке, учитывая то, что им приходится возиться со мной. Они смеются и держатся за руки, и надеюсь, у них все еще есть время на это дело. Думаю, Джойс и Уильс отлично справятся. Макс, эта авария их сильно подкосила. Наша страховка полная отстой, а счета за лечение умерли. У меня просто кошмарная. Не сомневаюсь, эта техника должна быть очень дорогая. Вдобавок еще лекарства, метез, различные запасы. Родители всегда такие разбитые и угнетенные. Он от того стоит. Хлойд, ты бесценна. Я не шучу. Ты такая задротка. За это я тебя и люблю. Конечно, я разбираюсь в задротах, ведь я сама такая. Видишь, я по сути развлекательная система. Было бы так здорово расслабиться и посмотреть вдвоем кино, как тогда, когда ты приходила ко мне на ночевки. Что бы ты хотела посмотреть? Ну, у меня сейчас сентиментальное настроение, как раз для бегущего полезу. Всегда плачу в конце. К тому же, я всегда хотела себе такие же тастые пряди, как у приз. Я знаю. С голубыми волосами ты бы выглядела изумительна. Итак, давай же дышим ножки на показ. И лучше тебе не насыпать на мне, как ты всегда делаешь, когда мы смотрим фильмы. Я помню, Макс. Обещаю, что не засну. По крайней мере, пока ты здесь. Не сегодня. Давайте смотреть фильм. О, боже, я записал этот миг для нее, когда нам было 12. Сила пиратов. Нам надо с вами найти. Ага, а вот и диск. Вставить диск. Бегущий полезу. Оп. Вот это идиллия. Макс. Макс спит, Флоя уже нет. Не могу поверить, что ты уснула так быстро, как ты посмела. Я понимаю, что ты устала за вчерашний день. Да и бегусь полезно в сцепляющий фильм для ночного просмотра. Кстати, как ты думаешь, Декарт все же был репликантом? Прости, вижу, ты еще не до конца проснулась, в отличие от меня. Нет, прости, что я так быстро вырубилась. Ты в порядке? Когда на мне никто не спит, рядом есть мои родители. Такая стера по утрам, с кем поведешься. Вчера было нереально круто. Было замечательно вновь видеть тебя. Понимаю, все было иначе, когда мы были лишь глупыми детьми. Рядом с тобой я вновь почувствовал себя тем мелким пиратом, который везде скачет и бегает по лесу. Это очень много значит для меня, тусить с тобой заниматься всякой херней. Ай, блядь, у меня снова болит голова. Я не могла бы поделиться наверху привести инъекцию морфины из ванной. Морфина? Да, это я как будто в Стартрек попала. Игла такая тонкая, что я что-то там серьезно, он мне нужен. Родители хранят морфины наверху, так он думает, что мне до туда не добраться. Но тебе это под силу, Макс. Ты ведь пират? Верно. Уже бегу хлое. Нам самим нужно ванную. Что-то там ее батя бормочет. Виктория пишет. Ого. Загнись сегодня вечером. Все хорошо, Макс. Это просто ушла. На этом тоже беспокоится, если хочешь поговорить. Позвони мне. Ок, люблю тебя. Макс, если ты злишься, скажи, ок. Не отвечаешь, если захочешь поговорить, моя дверь всегда открыта. Люблю тебя. Ух ты, сколько сообщений от Хлои. От Алисы. Так, от мамы. Привет, солнышко. Надеюсь, не ты из ваших картелей, которые мы тебе дали. Но много не лей мама. Я Тейлор. Перезвоним мне, кто такая Тейлор. Я не знаю. Итак, нам с вами нужно ванную. Это что у нас, толкан или что? Это же комната Хлои. Это же комната Хлои. Да, это комната Хлои. Здоровая Джойс. Дорогая Джойс. Дорогая Джойс, спозит, что держишь мне в курсе Carson, я могу лишь представить, что через вам с Уильямсом пришлось пройти. Прости, что пока не могу дать вам долг, как все это, тону собственный на медицинских счетах. Пожалуйста, мнение за Хлои, передай мои мои лучшие пожелания. С любовью, тетя Дороти. Всякие коробки, письма, отметки роста, шкаф, плакат. Да, все это тяжело. Так, эта дверь, куда? Так, нет, извини, Джойс. Я пока что не хочу с тобой говорить. А вот и ванная. Так. Мне нужен морфин. А здесь? А здесь? А с этой стороны? А вот и морфин. Вот так вот выключили и пойдемте. ЛКМ спуститься. Пойдемте. А вот и комната Хлои. Морфин. Наконец-то. Ставь синюю таблетку. Прости, я, конечно, могу порвать, но руки у меня кривоваты. Давай, просто подсоедини его. Это легко и безболезненно. Хорошо. Но если я все испорчу, сразу зависть своих родителей. Я готова, уж поверь. Разумеется, с каждым днем мне становится все хуже. Но ты пришла ко мне, когда боль меня отпустила. Макс, я так благодарна за то, что могу зависать с тобой. Видишь, я уже словно ватная. Морфин начал действовать. Ты такая милая. Тебе нужно что-нибудь еще. Возможно, я слишком эмоциональная, но не могла бы ты достать один из тех фотоальбомов. Я бы хотел глянуть на наши старые фотки, на которых мы еще совсем мелкие. Я тебя умоляю, он дневник эпицентра эмоциональности. Да и Макс Коффелт никогда не упустит возможность поставить фотки с Клой Прайс. Вот тут где-то она сказала. Клой была отличницей. Она могла бы уйти в любом колледже. Какой милый. Я совершенно не могла бы забыть играть в стиле и хорошее фотоальбом. Даже если это не была другая реальность. Просто все. И они все равно были классные, но я не знаю, что я тоже. Я, конечно, очень любила спать. Давай, Хлоя, посмотрим. Что же у нас там в фотоальбоме? Так хорошо видно. Идеально. Боже, посмотри, какие мы тут маленькие. Мы как будто игрушечные. Я помню этот день, проведенный у маяка. Мой отец тогда очень разозлился. Он даже собирался поставить нас в угол. А ты смеялась над ним. Мой отец так бы меня наказал, что мало не покажется. Вау, крутая фотка. Мы так клево выглядим в этих пиратских костюмах. Знаешь, что мы не покорили Аркадия Бэй, пока у нас была такая возможность. У тебя-то еще есть время. О, а здесь мы готовим блины. Мне нравится этот снимок. Тяжело поверить в то, что это сделал мой отец всего лишь пять лет назад. Как будто это было вчера. Если бы. Ага. Это фото. Возможно, я смогу. Слушай, Макс, моя дыхательная система с каждым днем ослабевает. Я слышал, как доктора говорили об этом, когда они думали, что я в отключке. Я понимаю, что просто откладываю неминуемое. Пока мои родители страдают, и я вместе с ними. Я не хочу, чтобы все закончилось именно так. Что? О чем ты говоришь? Я имею в виду, что мне было очень приятно с тобой перевести с тобой время. Провести. Я вспомнила, как мы бегали по всему городу, будучи детьми, и делали все, что заблагорассудится. И сегодня я как будто вернулась в те времена. Я хочу, чтобы время, пройденное с тобой, было моим последним воспоминанием. Ты понимаешь, о чем я? Да, я понимаю. Да, я понимаю. Я хочу, чтобы я не могу вернулась в те времена. Я хочу, чтобы я не вернулся. У меня нет никакого права сделать это. Я совершеннолетняя. Я даю тебе право. Но как же Джойс и Уильям? Я уже попрощалась с ними, они не чтят мои пожелания. А ты учтешь так ведь? Я не могу убить тебя, подстроив передозировку. Макс, я умираю от болезни, не от дозировки. Это просто ускорит процесс.